Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных Дню Победы. Незаживающая рана Великая Отечественная война осталась в сердцах фронтовиков. А тем, кто трудился на победу в ТЛУ, она запомнилась авианалетами, обстрелами, голодом и холодом. Дети войны – особая тема в трагедии нашего народа. Именно они, как может никто другой, сохранили в своей памяти такие подробности, которые в самых что ни на есть мелочах показывают все те лишения и боль, которые нес советский народ. Почетный гражданин Заполярного района Евдокия Хозяинова помнит, как от голода у них опухали руки. А они, ребятишки, даже это умели превратить в игру. А спасла, знаете что от смерти нас? Есть трава такая, я не знаю где она еще растет, мы называли, у нас ее называли лапка. Весной рано вот такие красные у нее стебелечки и зеленые листья, наподобие как у подорожника, форма-то такая, на листья такие мясистые. И вот мы этой лапки в саду нарвем, наедимся и уснем там прямо, потому что слабость-то такая была. Пухли от голода, что вы, руки вот такие вот были. А самая любимая игра была у нас. Сидим и вот так надавишь, у кого глубже ямка в этой опухоли-то. Надавишь и потом сравним, у кого глубже, тот победил. Ветеран труда Виталий Чуклин, когда началась война, тоже был еще совсем пацаном. Но его память цепко сохранила те моменты, когда его отца Илью Михайловича призвали на фронт и как его провожали. Помню, как они учились воевать. Были какие-то трещотки типа пулемета, потом деревянные винтовки. Вечером там масхалаток, бегали там, что-то кричали. Я пацаном, мы тут бегали тоже вместе с ними. Вот это было как бы, кто-то там их обучал, кто-то, видно, были такие, которые служили. И вот они, значит, там под горкой, там на курье. В Стельвиске они пошли на устье. Женщины, которые провожали, жены, там они ходили, там крест, так называется, был. Вот до креста провожали их, а обратно потом пришли пешком, а они дальше ушли. Это был последний раз, когда Виталий видел отца живым. Через десятки лет он приехал в Мурманск и нашел братскую могилу, где после тяжелых ранений и смерти в госпитале 35-летний Илья Михайлович Чуклин был захоронен. Сейчас его имя, наряду с тысячами других, высечено на мраморе Мурманского мемориала памяти. Ветеран труда Татьяна Гвоздухина, хотя и родилась уже после войны, тем не менее, ее поколение, как никакое другое, запомнило атмосферу послевоенных лет, как возвращались фронтовики и продолжали служить родине, там, где были нужнее всего. А их дети с гордостью хранят награды отцов, как реликвии, политые родной кровью. Это моего отца, Петра Лаврентьевича Гвоздухина, вот здесь, в военном билете, у него здесь должны быть все зарегистрированные медали, это его военный билет. И здесь, значит, это, за боевые заслуги, потом, значит, за оборону Ленинграда, а дальше уже идут 30-летие победы, 25-летие победы над Германией. Над Германией 50 лет вооруженным силам и 60 лет вооруженным силам. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.